Ну привет! Все вы знаете, как я люблю всякое барахло из Китая. У меня было куча разовых экспериментов по перепродаже на Авито из Китая я заказывал не раз. Да и свой магазин на тяке оптовый мы развиваем более-менее успешно. Но не было еще полноценного проекта по товарке. С этой серии я хочу отбросить все свои знания и связи, которые успел приобрести, занимаясь товарным бизнесом. Хочу попробовать получить пассивный заработок, перепродавая товар в розницу в интернете и заработать полмиллиона рублей на товарке. Получится ли добиться таких невероятных успехов и что меня ждет впереди узнаем совсем скоро. В качестве начального бюджета я выделил 50 тысяч рублей. Да, конечно, у многих нет таких денег и в теории можно было бы начать с 5 тысяч, но в моих интересах не топтаться на месте и приступать к делу плюс-минус осознанно. К тому же я считаю, что в текущее время даже школьник или студент способны накопить 500 долларов на старт. И для непредвзятости в этом проекте не будет рекламы поставщиков и оптовых точек, а все совпадения случайны. Итак, у меня есть 50 косарей. Много ли это? Ну, думаю, что да. По крайней мере, я бы не хотел их потерять. Конечно, можно никуда не выходить из дома вовсе, сразу отправить деньги какому-нибудь мегауспешному оптовику и получить свой заказ с деком. Вариант заказать через карго сразу из Китая, зарядив туда всю сумму, тоже отсекаем. Не хочу ждать неделями, да и финансового входа недостаточно. И недолго думая, я решил ехать на рынки. У нас в Питере, как вы знаете по моим роликам, с оптовыми закупками все не очень. Ну и ехать в Москву тоже не вариант, деньги тратить неохота. Поэтому иду на рынок опрашку. Вы все помните, как я не люблю это место, но благо отнекиваться от продавцов нам не придется, так как мы ищем отдельное здание с оптовыми закуточками. Я как начинающий оптовый бизнесмен приехал, конечно, на опрашку. И если в прошлой серии я говорил, что здесь нет оптовых закуточков, они есть. Я здесь один недавно ходил и нашел. Опять потерял правду, но сейчас найду снова. Там прям закрытое здание, чисто оптовое. Я взял с собой из нашего бюджета всего лишь 5000 рублей. Для того, чтобы сейчас прицениться и купить какие-то позиции, которые уже потом буду пытаться продвигать, чтобы не тратить весь бюджет сразу. Это логика разумного человека. Поэтому сейчас идем, ищем оптовые закуточки, и уже там я смотрю товар. Конкретно выбираю, покупаю, если разрешать, несколько позиций взять. Короче, закупаю, знаете, 5000 рублей. И вот мы нашли то, что давно искали. Это четырехэтажное сооружение, где все продается только оптом. Побродив по этому зданию, нашел поставщиков непосредственно из Китая с техникой и электроникой. Тут на меня с телефоном, который снимает скрытно, посмотрели, как не на своего. И женщина постоянно замечала съемку и требовала выключить немедленно. Как-то вот уровень сервиса и обслуживания к человеку, у которого в кармане 50 тысяч рублей на секундочку, такой себе. Тем не менее, я приступил к выбору товара. Конечно, мне не хочется продавать базовые зарядки, наушники и пауэрбанки. Как мне кажется, такого на Авито тонны, и я просто не справлюсь с конкуренцией. Имея свои никчемные все-таки 50 тысяч. Поэтому хочу найти интересную, при этом плюс-минус свободную нишу в этом магазинчике. Но глаза, скажу вам честно, разбегаются от сотен позиций неликвида. Что если взять вот такой вот микрофон? Я думаю, я зашкала. И тут мой взор упал на систему безопасности для дома и офиса. Я увидел вот такой набор и подумал, почему бы и нет. Как будто бы вот это то, что нужно. Это у меня система. Кунду. Ларм. То есть она будет сигнализировать. Сигнализация, короче, хаоскипер. Сколько она стоит, интересно. Второе, что интуитивно мне показалось интересным, вот такой умный звонок с видеокамерой. По вай-фаю, по всему. Схватит меня никто. А вот чего бы еще взять, ума не приложу. Чехлы через Авито продавать вообще не вариант. Никому не нужно. Это копейки маржи. Это каждый раз относить Авито доставкой. Взяли себе пару чехольчиков и помелочи для скупки. Да, вот это максимально неприятные новости. Минимальная сумма заказа тут 10 тысяч рублей. Причем оплатить нужно именно наличными. Все, все, сняли, сняли деньги. Вот. 10 тысяч рублей. Бизнес начинается. Решил взять еще вот такую зарядку трансмиттера в машину. И чтобы донабрать сумму, начинаем закупаться стеклами Римакс для айфонов в скупку. По госзаказу от самой скупки в проект это не пойдет. И так как я скрытой съемкой уже взбесил девушку-продавца, она разрешила сделать заказ, не добирая 10 тысяч, просто чтобы мы уже поскорее отсюда свалили. Я, как человек, который попробовал самые разные виды бизнеса, столкнулся с большой проблемой нехватки кадров. Ну, вернее, сотрудников, как вы знаете, у меня всегда предостаточно. Но проблема касается именно разработчиков. Мне нужно было сделать сайт, нужно было сделать бота, свою внутреннюю систему мониторинга продаж, ну и специалистов нет совсем. Либо они супердорогие. Я на своем опыте ощутил, какой дефицит айтишников в России, поэтому если вы давно задумывались о смене профессии, сейчас самое время. Ну и от себя я вам советую курс Python Разработчик от ProductStar. Курс подойдет для тех, кто с нуля начинает свой путь в программировании. Вы освоите необходимые азы питона, одного из самых простых и популярных языков программирования. Осваивать кодинг вы будете под наблюдением персонального ментора-разработчика, который будет отвечать на все ваши вопросы, разбирать ошибки, ну и готовить вас к собеседованию на работу. В процессе обучения вы разработаете более 10 проектов для портфолио, сможете пройти стажировку в компаниях-партнерах и трудоустроиться еще во время обучения. Кстати, университет дает вам полную гарантию трудоустройства, то есть если ProductStar не найдет вам работу, они вернут вам полную сумму за курс, и это зафиксировано в оферте, которую вы сможете найти на всех страницах сайта университета. Также оплатив курс по промокоду IDEN, вы получите личную консультацию с разработчиком из крупной IT-компании и автоматически станете участником розыгрыша макбука или айфона. Но это чтобы на новой профессии работать уже с новой техникой, так что переходите по ссылке в описании, или прямо сканируйте QR-код, который у вас на экране появился, оставляйте заявку и изучайте программирование вместе с ProductStar. Акция действует, прошу заметить, до конца октября. Первая вот эта вот лампа, значит, за 1040 рублей. Ну, я считаю, что она достаточно стильно выглядит. Вот это прям самое главное преимущество этой хоковской лампы. Но у меня есть какие-то, знаете, такие стойкие ощущения, что никому она нафиг не нужна. Конкретно на Авито, как бы мы сейчас там рекламу не приобретали. Тактика проста, приходит один заказ, я его отправляю, ну, я ее обратно запакую аккуратненько. Сейчас надо просто как-то снять пакет, чтобы не было признаков вскрытия. Но я не могу так сделать. Аларм-система. Я не знаю почему, но именно на эту аларм-систему у меня больше всего, как бы, чуйка, вот эти. Моя бизнес-чуйка. Она меня еще ни разу не обманывала, как мне кажется. Поэтому есть небольшое такое предчувствие успеха. Не так много аларм-систем я встречал. В том числе, там, и натяки не видел прям в большом количестве. Ну, наверное, это знак. Но, возможно, я просто нашел свою нишу. Значит, здесь система заключается в следующем. У нас есть вот такой вот а-ля Zigbee. Но нифига, скорее всего, это не Zigbee протокол. Основное принимающее устройство. Его можно включить. И он при помощи Wi-Fi и других соединений. Не знаю, какие здесь протоколы. Это все надо изучить, чтобы объявление нормально публиковать. Поможет нам в случае, если какой-то нехороший вор захочет пробраться в наше имущество. У нас есть разные системы защиты. Тут даже есть батарейка внутри обычная такая компьютерная. И даже такие батарейки есть, что не может не радовать. То есть мы можем прям сразу вот так вот бахнуть. Вот эта фигня вставляется в розетку. Подключается к Wi-Fi. И при помощи приложения мы можем смотреть, все ли у нас в порядке. Никто не проник случайно в наше жилище. А если кто-то и проникает, то человек получает уведомление. Все на самом деле банально просто. Также есть пультик, который позволяет нам снять сигнализацию. То есть если у нас есть сотрудник, мы ему выдаем такой пультик ответственному сотруднику. И он, когда пришел на работу, просто нажимает на кнопку разблокировки. Все, разблокировка произошла. И теперь можно спокойно проникать в жилище. Я не знаю, за какова вероятность просто прийти и купить точно такой же набор антикражный. И там этот пультик взять, оттуда позаимствовать. Насколько это будет все коннектиться. Я, честно говоря, в безопасности данного решения не уверен. Но тем не менее, как такая бюджетная версия для сохранности. Но я думаю, что не офис, а просто какой-то для детей поиграть, не знаю, в комнату от родителей, сделать сигнализацию. То, наверное, да, как вариант, оно куда-то годится. Сюда вставляются батарейки. Это датчик движения, кстати говоря. А это, вероятно, датчик открытия и закрытия двери. То есть у нас такая двойная система защиты. А, два пультика. То есть мы можем двум людям выдать доступ. Например, директор генеральный и какой-то сотрудник штатный. Постоянно с пультиком ходят, и все в порядке. Дальше я взял штуку, которая, как мне кажется, достаточно ликвидна. Если в вашем автомобиле нет возможности по блютусу включать музыку, то этот трансмиттер все сделает за вас. Вы просто вставляете, не знаю, открывать, не открывать. Не хочется нарушать упаковку. Здесь все-таки пломбы. Короче, давайте не будем открывать эту штуку. Погремушка выглядит просто максимально неловко. Я все-таки это, думаю, продаст его очень легко. Это просто вставляется в прикуриватель автомобиля, и вы подключаетесь к блютусу именно этого трансмиттера. И можете музыку включать. Ну и последняя вещь, которая также связана с системой умного дома. Это вот такой звонок. Блин, мне даже интересно. Type-C-шная зарядка, что не может не радовать. И здесь у нас якобы камера, которая подключается вот к этому звоночку. Там, конечно... Ну, женщина там поговорила и закончила разговор. В общем, ее нужно заряжать, как я понимаю, в любом случае. И желательно, чтобы был, наверное, всегда подключен к сети этот звоночек. Хотя, наверное, какая-то зарядка у него есть. И вот эта вещь вставляется в USB-розетку. И они коннектятся, и, соответственно, мы можем звонить. И также будет фотографироваться лицо звонячего. И это прям все по приложению, ребята. Слушайте, это прям прикольная роскошь. То есть человек звонит вам в квартиру, сразу делается его снимок. Прям такая безопасность. Конечно, понятно, оно все не самое качественное. Но... Но нет, ребят, я верю в свой продукт. Я его люблю. И все с ним будет хорошо. В общем, сейчас я буду публиковать объявления на Авито. Фотографии я буду скачивать готовые. И тут мне показалось, что как-то маловато. Разнообразия для эксперимента я себе оставил. И сходил в еще один оптовый магазин. В этот раз беру хайповые повербанки Хока. Ну, говорят, что это очень ликвидная позиция. На 5000 мАч. 1500. Приступаю к публикации. Самое сложное теперь все это продать. Ну, вернее, даже вывез спрос, чтобы понять, какие товары продавать я не буду. Как я уже сказал, в моих планах брать готовые фотографии. И вот тут я столкнулся с первой проблемой. Вот этот набор охранный я вообще нигде найти не смог. Да, у них есть даже сайт свой официальный и каталог большой. Но конкретно этой модели нет. Так что фотографирую, чтобы фон был максимально нейтральный белый. Ну и публиковать объявление начну с этой охранной системы. Пишу описание от себя, чтобы максимально заинтересовать клиента. Цену ставлю в 3990 рублей. Побольше на 740 рублей, чем в закупе. Ну и так как у меня нет какой-то основной клиентской базы, я куплю продвижение на каждое объявление. Выберу увеличение просмотров до 10 раз, еще и Excel объявление бахну. Итого, вместе с базовым размещением я заплачу конские 424 рубля. Да, по сути убив хоть какую-то возможность выйти в нормальный плюс. Но не стоит забывать, что товар дополнительно я докуплю. И по идее вложение окупится. А сейчас я просто пойму, какой лот даст мне больше денег заработать, а какие мы списываем вообще нафиг с нашего магазина. А умный видеозвонок я смог найти на Алиэкспресс. Там, кстати, цена 976. Чуть дешевле, чем у меня в закупе. Ну извините, ждать надо месяцами. Зато на Азоне их продают за целые 3000, причем еще и зарубежной доставкой. На Авито, кстати, вообще таких не нашел. Товар, можно сказать, уникальный. Хорошо это или плохо, я пока не очень понимаю. Покажет время. Скачиваю готовые фотки и делаю описание, выбрав основные тезисы с Алика. Там максимально подробно написано. Заряжается от Type-C, есть ночное видение и много других прелестей. Звонок, который я купил в магазине за 990 рублей, я выставляю за 1490. И снова грабеж на тот же набор продвижений. 421 рубль. Трансмиттер оказался в продаже на маркетах по 1000 рублей в среднем. Я, честно признаюсь, скопировал все характеристики и продаю по 990. Прибыль должна быть 360 рублей. Но ее не будет, так как за эту категорию товара Авито запросил аж целых 792 рубля. Тут я просто выпал, но давайте попробуем. Вдруг с трансмиттером попрет и буду заказывать еще. Светильник продают по 1400 рублей. И очень много фоток нашел на том же Алике с этим светильником. Тырю оттуда. Хочу за него тоже 1400, ведь я его покупал за 1040. И барабанная дробь, сколько же с меня попросят за размещение и продвижение. 827 рублей, друзья. Мне уже плохо от пустых расходов этого бизнеса. Рынок зарядок Хока с Максейвом-держатели разный на Азоне. Есть варианты за 2000 и за 2700. Так что имею право требовать 1990 рублей. А Авито имеет право требовать 692 рубля за размещение с продвижением. Ну и последний лот из моего списка. Прозрачный повербанк, на который, честно признаюсь, большие ставки. Его буду продавать за 1500 в надежде заработать 660 рублей. И 912 рублей за размещение с продвижением меня уже не удивляют. Вся надежда, что рванет. Ну что, как и стоило ожидать, мои вложения в 10-кратное продвижение не увенчались успехом. Постепенно я набирал какие-то просмотры и даже в избранный товар залетал. Но никто не писал и не звонил. Прошло 3 дня, а я все сидел грустно и с горой неликвида. И вот спустя почти неделю появились первые сообщения. Мне задали какой-то вопрос по умному звонку и сразу же удалили его. На удивление, второй вопрос тоже был по звонку. Спросили, есть ли скидка. Ну и в моем представлении на новый товар нет смысла предоставлять скидки и вообще торговаться. Я магазин. Третий вопрос тоже по звонку. То есть, чтобы вы понимали, остальные выложены товары. Видимо, просто шутка для пользователей Авито. Меня спросили, могу ли я отправить доставку. И, конечно же, могу. Замок был заказан почтой. Я сразу же побежал его отправлять. Так, ребята, заказ Авито-доставка это первые звоночки. Первые звоночки, чтобы продавать звоночек. Ой, уронил звоночек и уронил и паспорт. Так, заходим сюда. Ой, е-мое. Так что сегодня со звоночками у нас не получилось. Попробую завтра. Может, скупку завезу, кто-нибудь отнесет. Не успел я доехать до другой почты, где, как мне показалось, меньше очереди. Заказываю долбанный звонок только теперь через Авито иксмейл вот эту штуку. Там, кстати, очереди нет, поэтому прошу сотрудников скупки на следующий день отправить этот звонок. Ну и вторая проблема, у меня больше не осталось звонка, который нужно все-таки отправить клиенту, который заказал его почтой. Вопрос был по поводу торга на FM-трансмиттер, и, кстати, был вопрос по поводу отправки СМС-защитной системы. Тоже вроде заинтересованный клиент, но ему нужна была, как я понял, именно СМС-рассылка о том, что его квартиру или офис взломали, а тут только уведомления на телефон. Все остальные хваленые товары, увы, почти за две недели этого эксперимента не заинтересовали никого. Ну и что я вам могу сказать, друзья, в итоге у нас осталось 18 дней до момента, пока мои оплаченные объявления не превратятся в труху, видимо. Денег было потрачено из нашего бюджета немерено, но есть очень приятные результаты, ну, вернее, полезные лично для меня. В принципе, эта серия, она была, как я думаю, несколько следующих для того, чтобы просто понять, какие товары остаются, какие будут добавляться, какие будут полностью уходить из ассортимента, как я, собственно, и говорил в начале этой серии. Значит, у нас самым неликвидным товаром из тех, которые я выкладывал за эти две недели практически стал светильник Хока. Хотя, честно признаюсь, я был уверен, что это крутая вещь, потому что осень, темнеет очень рано, и очень много детей, студентов, школьников учатся, и поэтому товар должен быть актуальным. Потому что себе поставили на стол, ну, блин, он красивый, он с нормальной цветопередачей, очень похож на Xiaomi светильник, при этом стоит 1400 рублей, как на Алиэкспрессе. Он собрал просто какие-то ничтожные 37 просмотров, учитывая, сколько денег было в Буханов продвижение, никто не написал по нему, и 4 лайка поставили. То есть, в принципе, гипотетически, наверное, эти 4 человека ждут или понижения цены, или просто рассматривают себе светильник очень долго. Второе место по неликвиду у нас занимает автомобильная зарядка Bluetooth-трансмиттер Хока тоже. Ну, на самом деле, по поводу зарядки я ее взял уже в самый последний момент, как вы поняли, когда еще женщина хотела, чтобы мы на 10 тысяч забрали товара. И, в целом, тут я понимаю, что это такая автомобильная тематика узконаправленная, плюс очень дорогое здесь было продвижение. Но 84 просмотра мы получили, это уже хоть что-то. Один заинтересованный человек и 4 лайка у нас имеется. То есть, в целом, я думаю, что он продастся точно. Но, скорее всего, такого, чтобы прям каждый день у меня заказывали по одной зарядке, вряд ли этот товар тоже будет оставаться в моем бизнесе, так скажем, товарном. Далее, существенный скачок у нас у Powerbank. Кого такого вот хоковского беспроводного на 5000 мАч у нас 153 просмотра, между прочим. Это прям, ну, в разы больше, чем у предыдущего нашего гаджета в виде FM-трансмиттера. И мне кажется, что оно пойдет. Ну, потому что, реально, я знаю, что такие штуки у нас все скупочные эти сотрудники пользуются ими. Я думаю, что надо просто подождать. Хотя, с другой стороны, конечно, его можно на озон заказать за 2000 рублей. И людям, наверное, будет проще забрать сразу там заставка бесплатная у своего пункта выдачи, чем заказывать как-то у меня. 16 избранных, то есть это прям, ну, уже существенное отличие. И дальше идет Powerbank Прозрачный. То есть тут, на самом деле, сложно сказать, что из них более ликвидное по статистике. Потому что если Прозрачный вот этот Powerbank у меня собрал 172 просмотра, а хоковский собрал 153 просмотра, при этом у Прозрачного Powerbank 14 лайков, а у этого Powerbank, несмотря на то, что просмотров чуть меньше, 16 лайков. Но, тем не менее, все это говно... Нет, нельзя называть свой товар говном. Хватит, хватит. Я, конечно, тоже, знаете, бизнесмен, да, называю свой товар говном. Конечно, никто его не купит. Не надо называть этот товар говном. И дальше хит-парад, что самое удивительное, охранная сигнализация. Несмотря на то, что меня очень... Один человек заинтересовался в сообщении, но у него очень много просмотров. То есть я понимаю, что есть спрос на эту охранную сигнализацию, и, возможно, стоит поискать какую-то другую модель, или просто подождать, пока кто-то купит эту, напишут о ней отзыв, и дальше попрет как по маслу. Очень верю, на самом деле, в нее, потому что 377 просмотров, считайте, просто, ну, вот с того, что у нас продвижение было заказано, это хорошие цифры. Ну и 19 лайков тоже говорят о многом, поэтому, мне кажется, за 4000 она уйдет все-таки. Ну и сфоткана, конечно, фигово, я вот так сейчас уже смотрю вблизи. Надо, конечно, ее в интерьере пофоткать, надо распаковать полностью ее, протестировать, чтобы быть максимально компетентным. То есть сейчас вот те товары, которые мне собрали много лайков, конкретно эта охранная система, я ее буду сейчас изучать, сам ее поставлю, не знаю, в скупку или к себе домой, или в машину, прикиньте, удобно, да? Поставлю это самое приложение, не нужно лениться вот в этом плане, да? Я сейчас понял, что есть на это спрос, да, пока никто не берет нифига, но, тем не менее, охранная сигнализация, это я не зря ее взял за такие деньги, тем более в закупе она тоже дорогая достаточно. Ну и, друзья мои, лидер наших товаров, это умный видеозвонок с камерой, который я взял в придачу к охранной сигнализации. Это реально просто конские какие-то у меня просмотры, 410 просмотров, 15 лайков, кстати, меньше, чем у охранной сигнализации, тоже тут прям момент такой спорный. И первые два заказа, один из которых я до сих пор не отправил. У меня завтра последний день, когда я могу его отправить почтой России, этой самой, и мне нужно сейчас где-то их взять. А заказ минимальный от 10 тысяч рублей, больше их нигде не продают. То есть я сейчас, завтра, пойду снова на опрашку, в оптовый закуточек, пойду к этой женщине, которая кричит на меня и запрещает снимать, и просто на десятку закупаюсь этими звонками. Я единственный в России, кто их продает, и для меня это, конечно, какая-то победа в этой серии. И неожиданная победа, что самое главное. То есть вот почему нужно покупать много товара разного всякого, публиковать его и не закупаться сразу на всю котлету денег, как это делал я раньше. То есть сейчас у меня есть все шансы, что я налажу продажи этих самых звонков, тоже стану более компетентным в них, поставлю себе домой звонки, в скупку звонки. И вот на 10 тысяч рублей из бюджета, между прочим, у нас осталось вот столько денег у вас на экране показывается точно, из 50 тысяч рублей. И я продолжу, значит, вкладываться именно в этот товар. Мне не остается выбора, потому что если не отправлю этому клиенту сейчас этот один звонок, один звонок я просто так не куплю, я потеряю клиента, он, скорее всего, напишет плохой отзыв, потому что заказал через авито доставку. И когда отменяют, причем еще так долго тянут, то это всегда плохой отзыв, его не оспорить никак в поддержке. А у меня и так нет просмотров на объявлениях, а я еще получу одну звезду, и у меня просто все пойдет по одному месту, весь бизнес придется новый аккаунт авито заводить, наверное. То есть если я дополнительно на пассиве буду по 50 тысяч в месяц зарабатывать просто за каких-то товаров, которые буду покупать или даже просить людей купить их на рынке, вот если отлаженный процесс логистический я сделаю, а можно и на маркетплейсе потом попробовать с чем-то выйти. То есть, ну, это такой долгоиграющий проект, я буду разные вещи экспериментировать, и разные заказы тоже. Я сейчас еще делаю там один заказик на оставшиеся деньги из бюджета, уже дистанционно у поставщика. Но напоминаю, что все это я делаю за свои деньги, никакие там скрытые, открытые рекламы поставщиков я делать не хочу, потому что хочу, чтобы проект был максимально объективным. Советуйте, может, какую-то нишу я еще пропустил, обязательно прочитаю все ваши комментарии, это очень полезно для всех, не только для меня, и для вас еще, для тех, кто тоже занимается товаркой, или хочет в нее залететь. В общем, мне кажется, что есть еще в этом шансы, и не все потеряно, потому что каждый школьник сейчас перепродает пауэрбанки, это мы прекрасно знаем, но, наверное, есть какие-то ниши товара, которые еще не охвачены, на которых есть шанс заработать, а есть он или нет, узнаем совсем скоро, с течением этого проекта. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, на мой второй канал IDENT2G, и остальные соцсети в описании. Удачи, пока!